В конференц-зале правительства Московской области радостное возбуждение. Здесь собрались дольщики сразу двух проблемных жилых комплексов Одинцовского района, Гусарской баллады и Изумрудной долины. Сегодня они получают долгожданные ключи от своих квартир. Строительство трех корпусов ЖК «Гусарская баллада» было приостановлено в 2011 году. Группа компаний «Жилищный капитал» не смогла обеспечить права почти тысячи дольщиков. В 2014-м по поручению губернатора правительство области и администрация Одинцовского района разработали механизм окончания проблемного строительства. 25-й корпус мы ввели в июле этого года, 17-й в октябре, и 24-й корпус буквально неделю назад был введен в эксплуатацию. Поэтому сегодня мы вручали ключи более чем 200 дольщиков. С сегодняшнего дня они уже не дольщики, а собственники жилья. Я надеюсь, в ближайшем будущем смогут въехать в свои квартиры и заниматься уже приятными хлопотами благоустройством собственного жилья. Хочу сказать слова благодарности Андрею Юрьевичу Воробьеву, нашему губернатору, потому что, безусловно, без личного участия губернатора эту проблему невозможно было решить. И кого бы мы ни находили, каких бы застройщиков ни привлекали, очень многое зависит от строительства губернатора, и от Градсовета, и от тех обязательств, которые выполняет в том числе и правительство по этим застройщикам, которые заходят на такие проблемные объекты. Поэтому только личный контроль губернатора, Минстроя и, безусловно, администрации дает вот такой результат. Перед торжественным вручением ключей заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Юлия Баринова отметила вклад администрации района и поблагодарила самих дольщиков за терпение и поддержку. С вручением ключей последним двумстам дольщикам ЖК «Гусарская баллада» перестал считаться проблемным объектом. Было много нервов, много бессонных ночей у нас с коллегами из Минстроя. Был поиск инвесторов, были сроки, границы, постоянные штабы, совещания, рабочие группы и так далее. Это страшная сказка, она закончилась, и она оказалась счастливым к концу. Если для «Гусарской баллады» все уже позади, то с вручением ключей 64-м дольщикам 30-го корпуса жилого комплекса «Изумрудная долина» все только начинается. Это первый из 23 недостроенных здесь домов. Девять корпусов находятся на итоговой проверке в госстроенадзоре. Я думаю, что в ближайшем будущем и эти корпуса мы также введем и будем обеспечивать дольщиков, пострадавших от другого уже застройщика, от компании, которая находится в предбанкротном состоянии. Там нет уголовных дел, но там есть проблемы с финансированием. Там тоже была привлечена более мощная и серьезная строительная организация, как ФСК «Лидер». Также применены механизмы совместного финансирования. И вот на сегодняшний день мы уже видим первые результаты, 30-й корпус. Сегодня также были уже будущие наши жители, которые получили ключи. Законодательным сопровождением обоих проектов от регионального парламента занимался заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Московской областной думы Дмитрий Голубков. При кропотливой работе, в участии лично губернатора Андреевича Горобьева и Денцовского района, его главы, данный вопрос сдвинулся с места и системно, кропотливо мы пришли к конечному результату, который мы сегодня все вместе получили. Поэтому я по-возвому случаю выражаю благодарность Брысу Московской области, Денцовскому району и поздравляю жителей, которые получили сегодня ключи. Сдача последнего дома в ЖК «Гусарская баллада» и первого в «Изумрудной долине» позволяет надеяться на то, что в обозримом будущем обманутых дольщиков ни в Денцовском районе, ни в регионе не останется. Я хотела бы от всех дольщиков 30-го дома выразить благодарность Баринову Юлию Михайловну, Минстрой, администрации Денцовского района Пайсов Михаил Алексеевич, Иванов Андрей Робертович. Ну и людям, казалось бы, где-то на втором плане, но они принимали самую непосредственную часть. Это Ларина Елена Николаевна, Кушинникова Галина Борисовна, администрация. Каждого человека мы помним и безумно благодарны ему. Теперь мы ждем от нашей администрации, от администрации Московской области такого же понимания и решения дальнейших проблем в плане детских садов, школы и остальной инфраструктуры. Петр Горохов, Давид Сидомонидзе, телекомпания Одинцова.